В краевом центре задержан 20-летний студент Хабаровского вуза, подозреваемый в похищении человека, спустя месяц после совершения преступления. В конце октября в полицию позвонила женщина. Хабаровчанка заявила об исчезновении своего мужа. Она вернулась домой после работы, дверь в квартиру была открыта, ключи торчали в замочной скважине. На лестничной площадке женщина увидела кровь и разбитые очки супруга. Через некоторое время на ее сотовый телефон поступил вызов с неизвестного ей номера. В ходе телефонного разговора ее муж сообщил ей, что для того, чтобы его отпустили, необходимо 150 тысяч рублей. Через час похитители перезвонили еще раз и запросили больше. Сумма увеличилась до 300 тысяч рублей. Домой Хабаровчанин вернулся около 7 утра. Вырваться из плена ему удалось после того, как злоумышленники уснули. В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина был похищен из подъезда дома, в котором он проживает. Группа лиц, после чего транспортирован и перемещен в комнату общежития, где насильно против его воли удерживался до 6 часов утра. Фигурантом уголовного дела пока стал только один похититель. Следователям удалось выяснить мотивы нападения. Студенты обвиняли работающего по найму промальпиниста в торговле наркотиками. В итоге они решили, что с мифического наркодилера можно истребовать денег по надуманным основаниям. Уголовное дело возбуждено по 126 статье Уголовного кодекса «Похищение человека». С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Кузьмина и Павел Рогатин.